Некоторые челненцы, несмотря на призыв городских властей оставлять автомобили на специальных стоянках, начали намеренно парковаться во дворах комплекса. Так, например, один житель 44-го микрорайона принял решение отказаться от услуг охраняемой стоянки. И дело тут вовсе не в деньгах, в чем именно узнал Егор Орлов. Между 44-м комплексом и огромной автостоянкой на проспекте Чулман всего два пешеходных перехода. Один на остановке дворец Порта, другой с противоположной стороны микрорайона. Ворота на охраняемую парковку делят расстояние между двумя зебрами примерно пополам. Путь в обход дулок, а потому его выбирают немногие. Можно пересечь дорогу напрямик, сэкономить время, но в час пик такой маневр однозначно небезопасен. Сколько было случаев, когда и сигналили, когда и тормозили, и была перебранка очень сильная. Вечером, когда я ставлю машину на стоянку для того, чтобы перейти дорогу, мне опять нужно бежать, потому что час пик. Очень тяжело смотреть, когда владельцы машин с детьми перебегают. Честно сказать, что мне надоело. Алексей Босорукин бегать через проспект на парковку и обратно больше не собирается. Лето закончится и дорога станет еще опаснее. Зимой тут и вовсе сугробы и наледь. Обход через полкомплекса мужчину тоже не устраивает. Пока здесь не появится зебра, машину он будет ставить во дворе. Впрочем, это не единственное место в городе с такой проблемой. Я со своими двумя близнецами-внуками, как обычно, метров 500 здесь по проезжей части иду. И в дальнейшем приходится без пешеходного перехода переходить эти четыре дороги. По проспекту Ешлек, две и повороты с Чулмана. 68-й микрорайон густо заселен, а школы спортивных секций нет. Поэтому ребята посещают их в соседнем комплексе. Вот и приходится рисковать, пересекая проспект с интенсивным движением. И самое, что в этой ситуации неприятно, это то, что внуки считают, что им можно переходить дорогу без пешеходного перехода и в других местах. Потому что они смотрят, как здесь я их перевожу. Обратившиеся в нашу редакцию люди уже писали в интернет-приемную мэра. Только ответ получили неводушевляющие. Но существуют же определенные ГОСТы, которые регламентируют расстояние между пешеходными переходами. В этом нормативе прописано расстояние, и оно принимается как 200-300 метров между пешеходными переходами. Но в то же время следует отметить, что имеется стандарт отрасли по устройству автобусных остановок. На остановках устраивается пешеходный переход между остановками. По стандарту остановки расположены друг от друга на расстоянии 400-500 метров. Получается, между ними должен быть хоть один пешеходный переход. Вот только специалисты подтвердили, что его отсутствие нарушением почему-то не считается. Это объясняет ситуацию на проспекте Чулман за 44-м комплексом, но не в 68-м микрорайоне. Там нет остановок. Из ответного письма от исполкома следует, что власти в курсе данной проблемы. Специальное предложение направлено на управление архитектуры. Вот только ничего не говорится о конкретных сроках. К слову, то, что на этом участке проспекта Яшлек попросту забыли про пешеходов, подтверждают и вышеупомянутые ГОСТы. От развязки с проспектом Чулман до ближайшей Зебры почти километр. По тем же нормативам, чтобы нанести соответствующую разметку, сначала нужно проложить до Зебры тротуары. А на развязке проспектов Яшлек и Чулман их нет, и строительными работами не пахнет. Очевидно то, что в этом месте нарушения пешеходами правил дорожного движения могут продолжаться. Егор Орлов, Эльнар Мустафин, Андрей Буслаков, Михаил Матвеев. РНТВ. Набережные Чулны.